Каждый год в сентябре в городском округе Люберцы проходит «Медиа-неделя». Это проект, обвиняющий сотрудников СМИ, представителей общественных организаций, а также местных и региональных властей. Что на этот раз приготовило журналистское сообщество, узнаем в нашем следующем сюжете. 17-я по счету «Медиа-неделя» стартовала в музее Великой Отечественной войны. Здесь собрались ветераны, школьники, журналисты и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. В начале встречи они поздравили с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, полковника авиации Владимира Сгибнева. Этим же составом участники первого дня «Медиа-неделя» отправились в конференц-зал. Встреча продолжилась в формате диалога между школьниками и представителями старшего поколения. В год 400-летия Люберец ребятам показали слайды со старыми фотографиями города, рассказали об истории родного края. Храм Преображения, он стоял на берегу реки Либереце и, естественно, был разрушен в силу разных обстоятельств. И сегодня вы знаете, где этот храм Преображения находится, на остановке школа. Сегодня Люберце – это современный округ, который считается одним из самых густонаселенных в Московской области. Дмитрий Дениско рассказал школьникам о ближайших планах по развитию муниципалитета и выслушал их предложения. Один из самых популярных видов транспорта у молодежи сейчас – это электросамокаты и велосипеды. Но никакой велоинфраструктуры у нас в городе практически нет. Пожелания молодежи депутат Московской областной думы взял к себе на заметку. Вот так продуктивно в городском округе прошел первый день медианедели. Мы стараемся не прерывать традицию, потому что все-таки медианеделя, ее главная цель – это подчеркивать необходимость, востребованность профессии журналиста, в том числе и местной прессы. Потому что местная пресса, мы как бы фиксируем те события, которые происходят на территории, фактически пишем летопись. Сегодня непростое время, и поэтому в это время важно сохранить преемственность, в том числе и поколений. Программа «17-я медианеделя» по традиции включит в себя дни открытых дверей в редакциях газет, журналов и телевидения, а также презентацию новых изданий. Уиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.